Добрый день, все еще спасибо за приглашение. Я работал в лаборатории FUO-Modellium. Эта лаборатория создана в Афистихе, в МФТИ. Соответственно, я стараюсь рассказать о них показательных результатов в лаборатории, которые имеют, на мой взгляд, довольно общее привлечение. Соответственно, мы занимаемся моделированием обтекания и распространения космических аппаратов вдоль всей территории космического аппарата, рассчитывать высоты, скажем, 800 километров до уровня Земли, если мы рассматриваем вокруг Земли. Если высоты довольно высокие, скажем, 80 километров, то мы решаем обравнение Больсмана. Довольно сложная задача, трехмерная, то есть мы раскладываем полное обтекание. Тут сетка расчетная сетка достигает около 10 миллиардов разговоров. Соответственно, такие вычисления проводились невозможно при стандартных вычислениях. Значит, это параллельное вычисление на СУПРВ. Довольно отработанная технология получается. И мы рассматриваем тихание всей поверхности всего тела, и получаем данные всей поверхности космического аппарата. Если высоты более низкие, скажем, 20 километров по высоте, то мы решаем уравнение сочной среды. Это уравнение Больсмана с различной физикой. Здесь физика довольно сложная, физические реакции, излучение, турбулентность. Я не собираюсь рассказать о всей этой физике, за исключением турбулентности. Это направление довольно популярное. Сегодня министр вспоминал про турбулентное время. Так что хочу отметить, что вот эта работа проводится совместно с САГИ. Вообще, значит, я буду подмечать центры, с которыми мы работаем, и задел был уже до созданного аппаратолия в одиннадцатом году. Нам удается удалось разработать уникальные технологии по определению зарождения турбулентности. И механизм возникновения турбулентности описывается в деталях. Эта работа, как я отмечал, ведется вместе с САГИ, а также вместе с КАЛТЕХ. Мы в последнее время осматриваем влияние ударной волны на развитие турбулентности. И можем опровелять полус-переход на космическом аппарате. Сейчас мы перешли на трехмерные тела. Довольно сложная задача. В этом направлении я хотел отметить подход ЭЛЕС. Это еще не димой чистое моделирование, но довольно близко к этому. И делается попытка применения данного подхода ЭЛЕС для расчета диктальности всего космического аппарата. Я бы хотел отметить, что в этой области есть очень крепкая группа, мировой лидер. Она находится в политике в Петербургском. И мы решили с этой группой также работать. Как я уже отмечал, мы применяем технологии для расчета моделирования реальных конфигураций, реальных космических аппаратов. И рассматриваем всю физику и всю траекторию входа. При этом очень большой роль играют сетки. Эти сетки, которые строят около сложной геометрии. И влияние сетки крайне важно при чистом моделировании. Потому что при современных чистых схемах решение получить нужно нулевой сетки. Но это решение будет неадекватным, если сетка плохая. Мы рассматриваем полную конфигурацию технического аппарата, допустим, самолета. Она настраивается, делается такая настройка. И затем производится доводка, довольно тонкая доводка сетки до хорошей сетки. Это вот такой некий срезка с технического аппарата. И очень важно отметить, что эта работа по сеткам ведется в защитным центром Академии наук. И здесь я вижу положение не только для задач динамики. В частности, задачи построения сеток сложной геометрии. Разникает геология, допустим. И также вот это направление можно использовать. Вот еще один пример. Делается такой срез. Начальная сетка. И что получается после доводки. В данном случае мы рассматриваем космические аппараты сзади. Полная конфигурация. И опять-таки все это достраивается. Довольно такой тонкой доводкой. Построить сетку полностью сложное тело невозможно. Надо разбивать на сегменты. В данном случае каждый цвет обозначен в соответствии со своими сегментами. Вот такое разбиение производится с полной доводкой до полной диаметрии. Детали можно найти в нашей книге, которая прошла недавно. И в заключение я хотел снять еще одно управление, по которому мы ищем финансирование. Оно связано с активным погащением шума. В этом случае мы не закрываем область для того, чтобы защитить от шума. А располагаем активные источники на границе. Эта идея не новая. Но уникальность нашего потока в том, что мы можем сохранять полезный звук. Если у нас есть полезный звук, то звук его не как-то искажает. Это очень важно. В каждом году идет самочистили. В частности мы рассматривали эксперименты. У нас труба. Есть персека. Один, два и три. Отсеки 1 и 3 разговаривают между собой. Отсек между ними шумит. Привага шума неизвестна. И после включения активных источников на границах между засеками 1 и 2 и 3 мы убираем шум. То есть у нас есть полезный звук. Также неизвестен потом уровень шума по спектру. И затем мы вводим дополнительные источники. И после уведения дополнительных источников мы переходим к полезному звуку. Одной из направлений такой задачи от лимения такого подхода является, как я вижу, естественно разветно, где есть полезный звук, шум. А также есть шум породы, который загрязняет полезный звук. И возникает проблема с хитрацией такого шума, который выключатся при измерении. Спасибо. Спасибо, Сергей. Вопросы? Нет вопросов? Как это относится к нашей теме сегодняшнего разговора? Какая? Ну вот это все, что вы показали. Пусть правильного направления... Я отметил, что одно направление это моделирование турболепности. Второе направление это построение сета по круглословной диаметрии. И третье направление это сет. Хорошо. Я первый раз на таких интервенциях. Хотя я должен сказать, что, может быть, я и открыл все это, начало этого диастра. Потому что, по-видимому, я был первый в конце 1988 года, кого пригласили с официальным контрактом на пять лет до должности директора Максу Банну в Шунгарте. И меня в ГУСК. После того, как меня выпустили чуть ли не на следующий день, стало ясно, что процесс прошел. И процесс ордирования российской научной дирекции. Вот. Ну, мне было очень приятно, как говорится, посмотреть, что происходит в смысле организации. Теперь, насчет прорывных направлений. Ну, я просто хочу напомнить. Вот. Какие существовали Нобелевские премии в Советском Союзе? Для тех, то есть была одна Нобелевская премия по химии сильного груза. Все остальные были по физике. И по физике конденсированного состояния. Вот. Хотел конденсировать. Это 1 груз. В ээкономике. В ээкономике. В ээкономике. Ну, как-то довольно же. Что вы? В ээкономике получил. С 75ем году. Он был, как говорится, работал не в России. Ладно, прошу прощения, по физике, а все остальные были по физике кондиционного состояния. Ты еще сахаром не прошел, я говорю. Ты сам сахаром не прошел. Ну ладно, сейчас мы... Базер плохо. Поэтому в эту глуположку кондиционного состояния. Короче, я поэтому хочу сказать, что здесь не надо ничего нового в этом смысле открывать. Традиции существуют, и сейчас физика кондиционного состояния во всем мире, как говорится, ну, по числу людей, занятых в этом деле, по-видимому, на первом месте среди физических народов. В этом... Такие сейчас самые популярные направления. Ну вот везде в Европе, в Америке происходит вот эта деятельность, которая характеризуется словом наносайенс. Люди делают все более-менее маленькие-маленькие объекты, и их, соответственно, изучают. И здесь уже для этих маленьких объектов совершенно необходима квантовая механика, и, соответственно, это уже, грубо говоря, квантовая механика микромира, но вот в таких мезоскопических объектах. Причем должен сказать следующее, что количество вот таких вот денег, выделяемых, оно большое. В чем еще причина? Причина в том, что многие студенты, которые учатся по этой специальности, большинство из них остаются не в науке, а идут в промышленности. И это современная промышленность, и поэтому, как говорится, много денег дается еще и потому, что, грубо говоря, есть непосредственные применения, и время, так сказать, между вот этими фундаментальными исследованиями их применениями достаточно мало. Второе направление в физике конденсированного состояния – это изучение всяких новых, может быть, экзотических материалов. Вот мы знаем, что вот высокотемпературные сверхпроводимости, один из таких материалов, вначале были купраты, сейчас паниктиты, и вот в совершенно неожиданных материалах образуется высокотемпературная сверхпроводимость. Но попытки, естественно, дальше уже эту высокотемпературную сверхпроводимость не имеют. То есть везде, как говорится, к этому привлекаются огромные внимания. Теперь в России. Я, например, очень рад, что, допустим, в таком прикладном, можно сказать, институте, как МИСИС, а в свое время Алексей Абекосов, выборский лауреат, организовал кафедру теоретической физики, сейчас это называется кафедра теоретической физики и квантовых технологий. И вот, в принципе, сейчас вот за счет нескольких грантов, вот грант Алексея Вастинова, который там уже мегагрант, несколько лет работает сейчас, Валерий Рязанов из физики твердого тела, черноголовки сейчас, мой грант. В общем, в принципе, уже создается какой-то такой коллектив, плюс еще люди, которые там и были, и вполне, в принципе, это может функционировать. Естественно, в России есть и другие, я не хочу сказать, что тут что-то такое особенное, но есть и другие лаборатории, где, в принципе, вот эта деятельность существует. При этом, как-то странно, вот скажем, наносайенс и все прочее не относятся к основным направлениям развития. В России, мне кажется, это неправильно, поскольку, если вы вдумаете о применениях, то, во всяком случае, они достаточно близкие. А сколько у меня там? У вас еще пять? А, еще пять? Мне даже хватило всего пять минут. Ну, в принципе, я более-менее сказал все, что хотел за пять минут. Хорошо, спасибо. Попросим. Да. Значит, принимай. Наносайенс у нас, к сожалению, является приоритетом уже много лет. Называется это, значит, нано, материалы и нанотехнологии. И более того, именно с приоритетом наносайенс начались определенные проблемы в нашей науке, потому что на это были выделены деньги, и возникла такая система распределения не тем, кому надо давать, а тем, кому поуже надо давать. И это еще более худшего нашего общества. Ну, ну, вы знаете, вот меня обвинять в том, что я в этом виноватом никак нельзя. Если я допущу о рецензировании этих проектов, я думаю, что все-таки... Маленькая наука слила большую. Да. Ну, ну, ну что тут делать? Тут как, это не в науке дело, а в том, как ее пытаются использовать. Одно из проектов управлений, которое, как мне кажется, очень актуально в сегодняшней мировой действительности и российской в том числе, это дизайн новых материалов. Потому что, когда у вас есть новые материалы, то у вас есть новые технологии. Новые технологии как коммерческого применения, так и оборонного применения, так и медицинского времени. И если вы можете систематически и быстро создавать новые материалы, прогнозировать их, а потом их получать, то вы можете создать весьма конкурентоспособную высокотехнологичную экономику. Ну вот, собственно, то, чем я занимаюсь уже несколько лет, это создание методов, которые позволяют новые материалы открывать на компьютере. Ну, на секундочку просто хочу упомянуть, что до сих пор, до нынешнего времени включительно, все, практически все материалы, которые были открыты, были открыты либо случайно, либо методом проба Аши. Как там у Пугачева поется «сделать хотел утюг, слон получился вдруг». Да, вот. По этому принципу было создано большинство материалов. Например, когда хотели искать, когда хотели найти фреон для холодильников, то открыли утепло. Вот, слушай, искали одно, а нашли совсем другое. Искали лекарства от гипертонии и ангина, а нашли ли одно? Да, но мы же не знаем те случаи, когда вообще ничего не нашли. Это пример успеха. Даже пример успеха на том, что есть некоторое отравление. То есть, элементный способ научить новых материалов, строго говоря, не является научным. Примерно научного дека, который, собственно говоря, не нашли. Или, например, искали лекарства материал, который был бы твердо алмазом. Так ничего в этом не нашли. То есть, были многочисленные сообщения, каждый раз потом опровергались. А, может быть, такого материала нет? Может быть, его в принципе не может быть? Кстати, судя по всему, это именно так. Да, кстати. Вот, все эти материалы были найдены не совсем научным путем, и на них открыто ушло огромное количество времени и усердностей. Если мы сможем, если, опять же, открывать эти материалы на компьютере систематически быстро и надежно, то мы сможем создать новые технологии. А все, наверное, это не аггина, а астенокартия, а энджайна. Вот гипертония и энджайна, наверное, энджайна. Акгина и энджайна и энджайна, наверное, энджайна и энджайна. И, например, правительство США, вот, например, фотография, это скриншот с сайта «Белый дом». Инициатива геномом материалов. Это именно инициатива направленная на систематический скрин, компьютерный скрининг новых материалов. То есть вы берете базу данных специального алгоритма, который эти базы данных прошел, базы данных, имеющие лишь ограниченность, объемных информаций, например, кристаллические субботы. И по этой информации быстро алгоритмы способны предсказать, какие из этих материалов могут обладать особыми интересными материалами. Термо-люминическими церководящими материалами. И вот вы видите, правительство США создало вот эту инициативу с геномом материалов. Тут на первой странице председателя ВАЛМА с какой-то там лампочкой хиперинфекционной у нас с первого века. И масса разных инициатив, которые отмычковались от этой инициативы и решили параллельность. Например, брать материалы, телемой проект, название института и прочее, которые были, кстати, созданы еще до инициативы геномом материалов. Есть подобные инициативы в Китае. Я принимаю участие как в американских, так и в китайских инициативах геномом материалов. И вот это природное направление сейчас я реализую в России. И, кстати, не только я, я имею в виду, сколько меньше или две других по параллель, созданных по мегаграммам, которые в России также занимаются дизайном новых материалов на компьютере. Вот пример. Система марганис-борд, в которой можно ожидать ультратрюродных материалов. Система, которую люди изучали десятилетиями, но, согласно нашему расчету, расчет, который требует всего лишь нового напротив клавиши на компьютер. Мы нашли все те вещества, которые были известны экспериментально. Плюс еще одно. Марганис-борд-3, которого никто из экспериментаторов в жизни не видел, а мы увидим. Мы проведем эксперимент, после нашего предсказания, действительно, вещество было на это. Вот пример того, как эксперимент может пропустить вещество, которое реально сейчас будет делать. Но эксперимент просто его как-то пропустить. Вот много материалов, который обладает высокой гордостью, который может быть использован для многих приложений, низкая, высокая причина, стоящая высокой гордостью. И материал, который может оказаться полезным, пропущенный экспериментом на одном пути. Какие материалы пропущены, но рядом? Должны быть сотни, если не тысячи. Как вы видите, здесь достаточно много скрытого потенциала. Были работы, посвященные ряду двумерных материалов. Мы все знаем графиновую революцию, Дераковские фермионы и т.д. и т.п. Новая электроника. И много работы сейчас посвящено другим двумерным материалам, которые могли бы соперничать с графиками. Был ряд работ, после которых были у нас некоторые вопросы. Мы решили посмотреть также на двумерную структуру Буана. Одна из них имеет электронную структуру, похожую на графику. На самом деле, это более теплый структуру. В одном направлении электронность распространяется еще быстрее, чем графиками. А в любом мире вы можете иметь дополнительную структуру свободы. И, между прочим, вот это наше предстазание недавно было предназначено в МГО. Это все реальность. Это не то, что мы придумываем что-то абстрактное. Абстрактное. И еще слова номерных материалов. Поверхность материалов могут иметь массу интересных приложений. Например, для понимания катализа. Активных сайтов катализа, активных центров катализа является витрами катализа, витрами катализа, витрами катализа и чистой волос. Наиболее изучена каталитическая поверхность. Недавно она была понятна, даже с окончателями. И сейчас мы можем понимать, что же реально происходит в технических процессах. Оказалось, что у праздника валютности в одном из обидных материалов, таких как кварц, содержит активный форум снарода, таких как пероксид, которые, как известно, провоцируют рак. И теперь, кажется, мы уходим. Почему пуль кварца, кварц, который является техническим, очень инофимическим. Почему пуль кварца, согласно всем медицинским данным, провоцирует рак? Да вот почему. Потому что на поверхности аждиновый форум снарод. Помимо того, что мы можем понимать природу родного объединения и предсказывать новые материалы, мы также можем по-новому смотреть на химию. Благодаря вот этим вот приёмам, связанным с дизайнами материалов и геномом этих вот этой артики. Например, в данном было предсказано, а затем в экспериментале подтверждена новая прозрачная форма натрия, которая возникает прижать. Мы все считаем, что натрия, как и все знаменитые, как и все знаменитые белые колонки, как мы сменилили, как и щелочные металлы, прижать натрия становится невидимым. Он становится прозрачным, прекрасно прозрачным. А вот на территории моего университета есть такие флажки, которые подчёркивают, если вы хотите, наиболее важное открытие сделанного учёного университета. Вот есть флажок, посвящён открытие большого. Также есть и другой флажок, посвящённый нашей работе. Мы обнаружили, где-то было также экспериментальное подтверждено, что подравление. Хлорид натрия — это не только натрия. А возникает очень отличие от натрия 3, натрия 2, натрия 2. Итак, все они оказываются учёные. Это полностью противоречит школьных дней, но те, не менее. Это правда. Мы труднёмся. А ряд других проектов мы делаем. И опять-таки хочу подчеркнуть, что есть много разных подходов и решений этой задачи. Это задача дизайна материалов на компьютере. Я представлю свои работы, но есть и другие. То есть это на самом деле революция, которая происходит, очень широкий фронт по всему миру. Мы занимаемся на кемер-дизайне модмагнитов, дизайне модмагнитов. Недавно мы предсказали сотрудничество с коллегами из Канэтикута два новых диэлектрических полимера, которые могут быть применены для микроники. И они были также получены для свойства полимера. И также работали со свойственными данными. И вот сейчас мы только-только начали проект и предсказали структуру белка, которая может иметь довольно большие последствия для микроники. Ну вот, с вчерашнего дня я переехал в Россию. То есть это вот пример обрады, миграция. И вот фотография моей московской лаборатории и меня с моими дочерью. И также ряд визитеров со всего. Мне кажется, работает здесь интересно. И вот эта тематика, это правильное направление может дать вам пользу нашей стране. Китайский сотрудник? Да, да. У меня в Москве работают четыре китайских сотрудника. И плюс еще к нам приезжало летом восемь китайских постажеров визажных новостях. Да, да, да. Пекин, Шиньян, Сиань и еще раз Пекин. Спасибо. Вопрос еще. У меня есть два вопроса. Первый вопрос. Когда вы нажимаете клавишку, как Игорь, до считания программы, разработанная кем, где и когда. И второй вопрос. Есть ли какие-нибудь механизмы, позволяющие в России реализовывать те двумерные структуры или какие-то другие структуры, которые в этом механизме были просчитаны? Ну, на первый вопрос ответить не очень легко. Программа была написана, была создана мной и моими студентами. Создается уже в 9 летках, почти 10 лет. Огромная программа, которая обновится больше двух тысяч человек. Так что программа, называется программа «Снег». Программа «Наши собственные». А что касается того, могут ли делать двумерные структуры, двумерные материалы в России? Ну, вообще-то, я не знаю, я не экспериментатор. Но графена там, скажем, для этой темы. Я думаю, что, наверное, кто-то может. Но те люди, которые с нами сотрудничают в двумерных материалов, они еще как-то. Так что? Хорошо, спасибо. Я вам хочу поговорить о том, чем я занимаюсь. Сейчас у меня останется время, я подбавляю на нас в песочницу. Но все кредиты, они любят, сколько он прошел, потому что ему будет больше этой идеи. Значит, талантом, с которым мы занимаемся, во-первых, она при вы подобных машинах. То есть это скальфирус. Огромный ускоритель, который стоит миллиард. И это огромный детектор. Но сама физика, она очень редкая. То есть чем это интересно? Это интересно тем, что выбор, то есть то событие, которое мы ищем, это одно на 10-13. То есть у вас идет бетабайт данный в секунду с установки, с детектором. Вы его обрезаете до 1-2 гигабайт, и это то, что вы записываете для будущего анализа. И это даже не иголка, это талой воды в том, что производит женский фонтан за войсок. Вот эту каплю мы пытаемся найти. Вот это то, что мы умеем делать, то, что мы научили ей делать. То есть понимать вот эти огромные, сколько, массивные информации. И, конечно, для этого вам нужны детекторы высотой шестиэтажный дом, потому что вам нужны огромные даты. И это примерно половина нашей дамы из Парижа. Половина собора парижской страны матери. И это подробные коллаборации ученых. То есть это в наших коллаборациях 3 тысячи человек. 3 тысячи. Причем это очень молодые коллаборации. То есть больше, чем треть – это студенты и аспираты. И это вот. То есть это метровская премьера по физике прошлого года. Открытые фиксеры в базу. Это было открыто на этих двух установках. Атмос и CMS. И география нашей коллаборации. И я слышал, что у нас огромные потом данные. И вот где мы в этом мире в больших данных? Большие данные – это не просто много данных. Это сложные данные. Но это данные – это телефонные аптеки. Вот. Значит, вот в этом мире мы очень заметны. То есть вот, вообще говоря, объем данных, которые направляем мы, это примерно столько происходит в Фейсбуке. Это более, чем поисковый индекс букв. Ну и сравнительно больше, чем все остальное. Причем четко видно, что это время. Это петабайк. Что данные стали расти к разработчику. То есть это действительно то, что производится. Физическая информация. Итак. У нас есть данные. Мы умеем с ними работать. Причем долгие годы. Этическая высота энергии, она была выделена от того, что мы были законодательными. То есть вот то, что делали мы и делали никто. И то, что даже ландшафт, он стал меняться. И оказалось, что мы, в общем-то, довольно скромные люди. Потому что вот все наши мощности компьютерные, которые мы используем, это примерно, наверное, 27-го. В списке, так сказать, самых быстрых суперкомпьютеров. Но это не российские компьютеры. Это 140 мест по всему миру, где примерно 4 миллиона цепут часов и до 2 миллионов задач, которые запускались в карте дети. Понятно, что это... Вы не можете это делать... Вы не можете царить девочек, на которые вы заведёли. Вы должны это делать. Причем, вы должны их запускать или не запускать. Вы должны принимать ошибки. Вы должны возвращать эти данные назад. Поэтому, если говорить о мощности компьютера, то мы... Вот, я говорю, мы где-то 27-й сейчас. Но по этому отъему, по умению управлять этими данными, мы, в общем-то, решаем те задачи, причем всему того, что наука, вообще говоря, она не сравнимо меньше получать денег, чем... Ну, мы не говорим монет, да? Значит, она не сравнимо меньше получать денег, чем коммерческие компании. Мы делаем, вообще говоря, гораздо дешевле, чем это делали в углу. Мы не говорим, а не надо всего прочего идёт. Да? И сейчас мы на уровне кальзовских. Т.е. мы в прошлом году физические группы коанализировали один, то что было экзамен. Т.е. это вот то, о чем люди говорят, что это будет скоро, вот мы это делаем сегодня. А теперь вот, прежде чем говорить о уровне технологиях, я хочу сказать один слайд. Это слайд для его учителя, который, когда его просто замучили в Америке вопросом, АМС – это не американское математическое общество, это эксперимент на альфа-математическое статусе, это альфа-математическое общество. Когда вы замучили вопросом, что же вы откроете, он сказал, что не было в истории физики, чтобы открыли то, для чего строился ТК или ТК. Вот за все 50 лет, в последнее, строили для того, открывались акцентуры. Поэтому я вам могу сказать, что я буду искать. Я буду искать альфа-математическое и темное математическое, что мы откроем и не знаем. И это, на самом деле, когда люди говорят о прорывной технологиях, вот это меня всегда пугает, потому что вы должны говорить о вашем ускорении сейчас, вы не знаете, какой знак у вас будет завтра. Поэтому вы худшее, что можно приглашать, это построить еще один огромный ускоритель. Давайте построим как не 27 км, а 80 км, и будем сталкивать еще сильнее, и тогда у нас появится что-то такое, чего мы не знаем. Вот с этим надо подождать. И поэтому, если говорить про боевики, я думаю, что если что-то их будет, то это будет сделано в фронтах. И вот та лаборатория, которую мы начали в этом году, она смотрится на том, что мы пришли с физики, мы понимаем, как работаем с такими физическими таминами, мы сказали, что людям, когда занимаются деньги на фронтах, давайте мы попробуем это делать для вас, то, что мы сделали для себя. Давайте мы попробуем этот поиск, эту работу с камнем сделать тоже для вас. И для меня, я не знаю, насколько был прав Чиндрей, к сожалению, он погиб, он исчез, никто не знает, что он исчез, он был в океане, и он исчез. Но перед этим он уснул, что он сказал, что то, что он назвал четвертая парадигма, что было три парадигмы науки, четвертая парадигма, что экзопотоп мощной информации будут преобразованы в транспорт. Я думаю, что если что-то надо строить, то надо строить вокруг дат. Ну и вторая вещь, что, конечно, тот ресурс компьютерный, это проблема всего мира, но это доведено до абсолютного России, потому что в России каждый большой университет, он имеет свой, тоже называется, суперкомпьютер. И это какие-то отдельные справа, такой-то архитилатный справок. Вот если создать некую федерацию, если фиберинфраструктура, и совместить это с работой двоих зонами, это, наверное, позволит получить такое-то новое понимание. Я закончил с основной частью, или мне осталось еще четыре минуты? Трех минут, наверное, осталось. Минута осталась? Тогда я опускаюсь, все, я перейду к двум последним структам. Российское участие в государственных проектах и государственное участие в России. Я зашел в новую цистерну перед вами в 87-го года. И тогда Советский Союз участвовал в двух объектах времен. То есть Сорклино и Букнал участвовали в одном месте, и ТФ, и Ганчинов участвовали с другом. Это была вторая тайна, потому что Советские группы были другими. Сейчас не самые большие институты, сейчас это по всех причинам. У вас будут огромные инститирования, потому что вы публикуетесь везде, да? Ваш университет публикуется везде. Но видимость Советских групп, она близка к тому же. И эта проблема, то есть проблема, то есть если вы будете смотреть на отчитанные доказатели, вы будете видеть огромное количество статей. Но для студентов, которые туда приезжают, не говоря, а так, что он спрашивает, их флаг в обществе, в обществе, этот котел, открытие, вот когда в ТИКСКОМ БАЗОМ, там еще раз вопрос. Сколько русских студентов были в рабочей группе, которая занималась открытием ТИКСКОМ? В одной клаборации один, в другой клаборации два. Все. Русские, конечно, любят русских университетов. Да. Второе. Я говорю с несколькими директорами наших. Один из студентов, которые задавали этот вопрос. Вот мы, мы видим, почему они не едут сюда? Вот, ну, а где такие проекты? Во-первых, очень простой. Но вы предложите идею, чтобы ее купить. Если вы предложите идею вчерашнего дня, когда вы построили такую установку, которую построили уже 10 раз, то кто вам поедет делать снизу? Никто. Поэтому вот это объявление, почему они там не едут, по-моему, не поедет детей, по-моему, не там участвуют, вот это вот совершенно такой неправильный подход, на который вот, я не знаю, что с этим делом, который нам объясняет, и это решительно обязательство. Спасибо. Спасибо. Аэр, какие вопросы? Я поднял себе вопрос. Раз уж вы заговорили о коллаборациях, как можно оценить участие этой коллаборацией внешнего бюджета? Внешний бюджет, потому что, наверное, не правильно, не правильно наработать такого человека, который в этой коллаборации взберет тысяч человек, который будет очень много заинтересований сказать? Вы знаете, в нашей науке к 40-ка годам вы знаете всех, поэтому вы знаете, у кого студент защищался, вы знаете, его руководители, в первую очередь, вы смотрите на его половину. Ну, что вы решаете, брать его или нет? Вот. И это единственный способ, который существует, потому что инерститирование физики, высокие энергии, он зашкальный, он около 70, и у всех, ну, у всех, что более-менее работает, да, активно. Поэтому, единственное, что вы говорите с твоими коллегами. Спасибо. Меня зовут Владимир Волошин, я Майкл Бритчер, Денис Морис, и Денис Морис, и Денис Морис, и Меррион. Может, я скажу пару слов о следе. Майкл Бритчер. Майкл Бритчер. Закончил меймакинство своего университета, после чего в среде 90-х приехал в Армейку, и написал диссертацию в тренингском университете. Майкл Бритчер. Майкл Бритчер. Майкл Бритчер, Миша Бритчер, который тоже закончил. Минфмакинского университета. Минфмакинского университета. И многие из вас пользуются… Вот. Оказывается, первый Google Search, который был придуман и придумал, был самим Мишой Беллиманом его… Вот. Был придуман Мишей Беллиманом, просто его сидит, и его сын Сережек и, оказывается, по истории, то основываются на идее истории марковских процессов. Вот. И вот после того, как эта идея была воплощена в жизни, Михаил Ленин стал кондиционером и всячески ассоциированным с Гуглом. Будучи математикам очень трудно рассказывать про таких вот проливов математики, потому что применение в народном хозяйстве чистых математических исследований в лучшем случае последует, может быть, через пятьдесят истории. Но, тем не менее, я скажу про один маленький сюжет. Я сам занимаюсь почти интеллируемыми системами. И один из таких интересных математических вопросов и очень популярных устойчивых для Солнечной системы. И приблизительно двенадцать лет тому назад известный Солнечной системы. И в десяти процентах случаях в причисленном эксперименте Солнечная система показывала большие неустойчивости. И даже в одном проценте не была исключена возможность столкновения Земли и Марса. Кромтилл, да, значит? Нет, это террористилл. Он все абсолютно понимает, исключил в расчёт, Гулуу включил в расчёт и он рассказывал, что самая большая неустойчивость идёт от резонанса Меркурия и любителя. Ну, а сюжет, про который я хочу рассказать, оказывается астрономы уже видели неустойчивость Солнечной системы. Есть такой пояс астероидов. Между орбитой Юпитера и Марса находятся приблизительно полтора миллиона астероидов. Так вот, оказывается, если посмотреть распределение этих астероидов, то в этих распределениях есть очень большие щели, которые называются люки Киркуда. И есть честный эксперимент такого Жака Виздома, который показывает, что, оказывается, есть хаос в этих люках Киркуда. Ну, всё, что я хочу сказать, что на данной степени развития модематической технологии, возможно, нам удастся показать, что действительно есть хаосическое поведение в этих люках Киркуда. Что удивительно, это то, что, казалось бы, законы Ньютона детерминистические. Казалось бы, все дифференциальные уравнения, которые можно писать, они детерминистические. Тем не менее, эти детерминистические дифференциальные уравнения, они ведут к случайному поведению при эволюции по времени. Вот. Ну, а возвращаясь к общим дискуссиям, которые велись по поводу организации науки в России, конечно же, будучи математиком, математикам не нужно очень много денег, но, конечно же, устойчивое финансирование – это один из таких залогов успеха. И, как Стар Смирнов говорил, поддерживать эти очаги науки, на мой взгляд, очень важно. И очаги математики. Вот. И, конечно же, стажировки для аспирантов и госдохов на Западе, называлось с ними глобальное образование, они также очень важны. И еще одна мысль, которая прозвучала, и я хотел бы поднять свой голос, ее поддержку – это то, что было бы очень хорошо, если бы ученый был в совете, который создает правила отчетности по грантам и правила вообще написания этих грантов. Например, в НСФ в Америке – это стандартная практика, что ты более-менее отчитываешься по своим грантам Национального научного фонда – коллеги, который сам был исследователем, математиком, или физиком, или химиком, и он просто всю поднагодную сам знает. То есть, если бы в бюрократической организации были ученые, представители, то, мне кажется, это могло бы процессу очень помочь. Спасибо. У меня один вопрос. Нет вопрос. Почему есть? Есть? Я не увидел, да? Олег. Слушайте, на самом деле, вопрос, извините, не внимательно. Я просто, наверное, очень хочу послушать. Но вы займете в мое время, потому что, конечно, прошу что-то читать, с детским интересом. А вот к каким образом, я думаю, поискайте Google, а не сервисы, и действительно мая, вообще, это не сервисы, да? Ну, ну как, на самом деле, вопрос можно свести к вопросу о собственном метре какой-то матрицы. И, если честно, мне Виша не рассказывал, в какой точности формулировки его Сергей спросил. Но, если правильно задать вопрос, то ответ профессиональным вероятностикам или профессиональным динамистам дается, может быть, за 10 минут. То есть, я точно не знаю, в какой форме Сергей задал вопрос, но ответ очень придумал Миша. Миша, конечно, просто в ходу людей, основанному случаям, в бюджетах. Ну, матрицкий процесс. У нас, собственно, эвектор матрицы, и матрицу не нужно обращать, нужно просто взять вектор, его 52-го эфиридов, и он тут же встает в собственный вектор. В общем, не трудно сказать, что это главный вопрос, но ответ дается достаточно красиво. В России по поводу состояния науки астрономии в России, если можно, я не скажу, я не скажу, это максимум. Но дело в том, что я пытался сплаться... Сейчас твоя глава, если бы уложить. Замминистра Огородова как-то упоминала, наверное, после встречи с коллегами, что с астрономией какие-то проблемы. То есть, вроде бы, нужно его развивать, и она, когда предложила хорошую коллегию, напишет свой родмен, сейчас вводное слово так, то есть планы, в каких направлениях собираетесь развиваться и так далее. И тогда астрономы в России сказали, нам нужно до этого столько времени и какой-то бюджет, чтобы написать этот родмен. Она тогда сказала, подождите, то есть вы даже не знаете, в каком направлении сейчас идете? Я хотел просто ваше мнение. Насколько вы знаете? Ну, и опять же, по профессии математики, те астрономы, которые я знаю, они как бы с Россией не взаимодействуют. Вот. Тех, которых я знаю. Я, если честно, когда сюда ехал, я думаю, что рассказать о где-нибудь сказке про то, за последние два года станция Кеплер открыла 705 новых планет, о том, что в 13 световых годах от нас открыли планету, на которой, возможно, условия для жизни очень похожие условия для жизни на Земле. Вот. Но, я не знаю, эти статусы не есть, но я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Институт теоретической астрономии наносит нарушил специалисты? Я не сталкивался. Я не сталкивался. То есть, и так как я не астроном, я не могу. Вопросы с управлением вас и Земле, как это произошло. Можете посмотреть, кстати, Google Lastar BBC. Если вы Google Lastar BBC, там есть очень некрасивая анимация, как Земля с Максом. Я полагаю, что какой-то заключительный документ должен произойти. и есть некоторые соображения по такому заключительному документу. Значит, ну, одно из соображений, я вообще говорю очень громко, а это для каких-то дополнительных целей. Одно из соображений состоит в том, что вот мне больше нравится слово точки роста, чем прорывы. Прорывы, break through, имеют двузначное, ну, как многозначный такой оттенок, и у принимающих решения начальников может возникнуть впечатление, что прорыв это вот собрались силами и пробили стену. Значит, это не научный подход. Вот пробить стену, это, может быть, в спорте можно нанять очень хороших спортсменов, и они там возьмут рекорды. Ну, и уедут, или так сказать, перестанут делать рекорды. Точки роста важнее, вот с точки зрения организации науки. А прорывы, ну, дай Бог, чтобы они происходили, ну, вот, мегагранты не призваны быть прорывами, потому что не может быть 160 прорывов, 160 фундаментальных открытий. Прорывы, это, в общем, нечто вроде смены парадигмы, а смена парадигма не может происходить со слишком большой частотой. то есть, наука это не лобовая атака. И, раз она не лобовая атака, то она стоит больше денег, чем просто пригласить очень крупного специалиста, который вот скажет, что делать. То есть, это нужно расти, ее нужно расти. Поэтому, маленькими деньгами не обойдешься, и вот хотелось бы, чтобы руководители науки, ну, тоже это сознавали, что по дешевке хорошую науку не сделаешь. Второе, что мне хотелось бы сказать, что в известном смысле, вот, российская система, ну, так сказать, не уникальная, и другие страны применяют, но Европейский Союз несколько программ осуществил с тем, чтобы, ну, там, спокойней ситуации с наукой, ну, чтобы, так сказать, возвращать часть европейцев, которые работают в Соединенных Штатах, ну, и так сказать, сделать более привлекательное европейское научное пространство. Ну, это дело, это были программы Мари Кюри, это вот, программы Европейского научного совета, которые начались с адванс грантов, а теперь имеют целый набор грантов, включая молодежные, стартовые, консолидейшн, ну, я член комиссии по консолидейшн, затем адванс, и теперь еще есть Синерджи Гранты. Мне кажется, это очень хорошая инициатива. Вот эти ERC Гранты, Европейский Рисочный Центр Гранты, и вообще вся система, она задумана так, что руководят программой не просто ученые, не бывшие ученые, а действующие ученые, то есть люди, которые продолжают заведовать кафедры, там, читать лекции, заведовать лаборатории, руководить реальной наукой, и в то же время, значит, вот, осуществляют буквально весь процент, процесс. Ну, если бы такое в России произошло, я думаю, что гораздо экономнее и правильнее расходов деньги, была бы проще отчетность и так далее. может быть, ну, вот как я слушал министра, вполне может быть, что это, ну, по крайней мере, предлагать мы можем. Я бы это предложил и внес бы, и внес бы вам в документ. Сколько у меня осталось минут? 6 минут. А, 6 минут, прекрасно. Теперь я могу перейти к своей науке. Значит, я занимаюсь наукой об окружающей среде, которая, значит, стремительно растет. Я единственный докладчик по проблемам окружающей среды. и это очень хорошая область для сотрудничества. Ну, она, во-первых, так сказать, по определению междисциплинарна, потому что науки в окружающей среде в настоящее время требуют и теорофизики, и физхимии, и биологии, и, ну, географического набора наук. И они все должны работать в синтезе. Поэтому неизбежно междисциплинарные и неизбежно требуют крупных проектов, да и вообще лучше международных. И вот один из таких международных, даже не проектов, а программ, можно мне вот эту регулировку? Один из таких международных, одной из таких международных программ, я хочу, так сказать, промоут, хочу, мы уже это делаем, предложить для сотрудничества, для крупномасштабного российского сотрудничества. Она называется «Пан Евросийский эксперимент», «Пан Юрэйшн Эксперимент», но это не эксперимент единичный, а программа, ну, сейчас она финансируется «Горизонтом 2020», советом министров северных стран и рядом других. Вот в настоящий момент мы начали эту программу, ну, два директора программы, Марку Пулмала и я, она включает, в принципе, страны Европейского Союза, Китай и Россию. Ну, наш бюджет, вот сейчас я прикинул для другого доклада, сколько у нас сейчас с начала программы. Программа началась в тринадцатом году, всего-навсего. Сейчас у нас текущих проектов на общую сумму 160 миллионов евро. Китайцы декларируют сопоставимую сумму, ну, не знаю, правда это или нет, ну, так сказать, они всегда объявляют, что мы будем вкладывать как Европейский Союз или больше. В России такое еще крупномасштабное, масштабного резонанса нет, но кое-что есть. И, вот, мне бы очень хотелось эту программу, так сказать, объявить в этой высокой аудитории, ну, так как она, во-первых, требует вовлечения ученых буквально всех специальностей, компьютер-сайенс тоже в первую очередь, и несколько слайдов, как их, как их двигать, вот таким, вот этого, да. В какую сторону только? Сюда. Так. Ну, это начало, это начало, это наш kick-off митинг, в котором, вот тут указано, сколько там было, институтов участвовало, и Россию мы увлекали в очень большой степени с самого начала, потому что Pan-Eurasia, Pan-Eurasia, это в значительной части России, тем более, что мы сконцентрировались на бариальной части, на северной части, там нет Индии, Юдии, Китай участвует в полной мере. Это вот список институтов, которые участвуют, участвовали в самом начале, он все время обновляется. Значит, это у нас научный план, который включает и, собственно, научную работу, инфраструктуру, наблюдательные системы, включает также и общественные науки, то есть, там, как это называется, ну, социальный аспект и образовательный аспект, то есть, это всесторонняя программа. Ну, я не буду тут перечислять всякие вещи, вот на этой диаграмме я хочу остановиться. Значит, это не просто наблюдение, но это наблюдение и осмысление наблюдений в интересах развития общества Северной Евразии. И здесь, вот, это мой коллега Марк Кулмала, который занимается, собственно говоря, его физик, который занимается аэрозольной наукой, но, значит, это его, собственно, так сказать, можно сказать, главная узкая специальность, а широкая специальность это как аэрозольной науки перейти к образованию облаков, образование облаков в климатической системе, это климатической системе, куда идет климатическая система в условиях антропогенной нагрузки. Значит, мой аспект в этом деле это турбулентность и пограничные слои. Ну, вот, стрелка это призвано показать очень широкий набор масштабов, многомасштабность. Ну, это станции, это то, что в какой мере Россия готова участвовать в наблюдательных системах сейчас. И несколько слайдов о моей собственной, области турбулентности вот я хочу сказать, что до недавнего времени как-то не осознавалось до какой степени важны мелкомасштабные турбулентные процессы в том климате и погоде, которые ощущаем мы как личности, как люди. То есть, мы живем не вообще в атмосфере, а живем в очень тоненьком нижнем слое, и его специфическая особенность состоит в том, что он сильно турбулентный. Так вот, в нетурбулентном мире мы бы не могли жить. То есть, турбулентность это наш друг, и этого друга нужно хорошо знать. Здесь картинка, которая показывает, что когда пограничный слой тоненький, то он легко загрязняется, в нем все скапливается. Ну и вот это все ставит огромное количество задач нерешенных, а современные технологии позволяют множество из этих задач решить. То есть, мы имеем все основания пропагандировать. То есть, это очень красивая картинка тоже. Это как качество воздуха может отличаться и отличается кардинально просто на соседних улицах. Это высокоразвешающее моделирование, подтвержденное экспериментами. Ну, это Китай, как видите, вот к этому идет человечество. Оно строит мегагорода и намеренно переселиться в мегагорода. Вот один из городов, Найджин. И вы видите, какие ужасающие условия загрязнения. Ну, и я заканчиваю тем, что добро пожаловать присоединиться к нашей программе. Welcome to X. и спасибо за внимание. Спасибо. Если какие вопросы? Спасибо. Очень интересное выступление. Можно вопрос, который не поставит. специалист. Я общался с коллегами, которые занимаются в Германии, в гриппе, здесь большая группа, прям так. Они плавают, изучают атмосферу, и в общении с ними некоторые коллеги упомянули, что модель глава этого подтверждения, она может быть немножко не так, она просто интересна. не может быть как это время. И конечно все это знаю, но я хочу сказать, что потепление, ну даже потепление антропогенное происхождение, это большой вопрос. Антропогенное оно происходит бесспорно. Ну мои друзья и коллеги начинали в свое время Маукасен Мак, директор Максланга института метеорологии, физик-теоретик, который делал метеорологию, что вот, мне кажется, очень хорошо, как у вас примерно на вот он там открывал Максланга институт, то создает задачи, Максланга, кстати, вы знаете, что в Максланга института создаётся ход человека. Ход создаётся Максланга институт, ход директора основателя, он на месте и суд, в принципе, закрывается. в принципе так. И так вот, замысел был такой, что да, происходит протекление климата, из-за того, что люди указывают много гликистого гажа, оно такое, надо сокращать гликистого гажа. так. бог сниму гликистого газа, но чуть потеплее будет, как это подтверждено. загрязнение загрязнение мегагородов, вот это колоссальная проблема. Питер, Москва, это чистые города, каковы китайские города, гликистого гликистого и южной Америки. Вот мне кажется, что, по сравнению программы на многом вопросе было скопировано. Я призываю причем вот тех, кто еще поддерживает, более тесное общение между Россией и Европейским Советом, что у нас есть конкретные шаги, что надо сделать. Вот я предлагаю, а что вы не присутствует или нет? Я только нашел фотографию. Я все время приезжал именно в ваш рюкстер в качестве представителя Европейского Научного Совета, и мы призывали, так сказать, а, Олег, мы, так сказать, призывали к сотрудничеству, и на тот момент остается этот призыв к сотрудничеству. Кстати, ваш университет был администер, который, так сказать, энергично и, так сказать, желательно воспринимал это дело. Действительно, этот Совет планирует таким образом, чтобы это не способствовало утечке мозгов, так сказать, ну, на прошлом начальнике боятся утечки мозгов. Да и нет утечки мозгов, и вообще, так сказать, если науке что-то происходит, то выявили, мы все. Пусть это будет в Америке, в Австралии, в России, и так. Если, ну, может быть, военных нам будет не так, но те нам не хотят занимать этот этап. в Америке, в Америке, это не так, семейные организмы, вот так вот. И мой вопрос был, когда на части Европы разрешили доказать, что в ЕАИ были, не то, что русские, как науке, а в Американной земле, а чтобы у нас не снесешься, что был из США, то есть, например, может быть, и Россия не получила Россию. Ответ был прямой. Вопросы решаются. Как вы, что правило, мы говорим. Вопросы решаются гламаны. Пусть важны договориться с Киатой Кашином, и если только ребята остаются настолько хорошими, что вы приравняли с Европейсом, тогда, наконец, PI может вывести. Соответственно, бюджет институцион из России. Пока, ну, это будет за год до прямого. Понимаете, что это сейчас? Только на выезд получилось. Ну да. но это у нас зависит. Но вообще, это кроме крупной политики, это еще и другое. То есть, мы честно, наверное, нам участвуют в России, пока это не большая страна. Если она участвует со своим взносом, со своим фондом, то я думаю, что мы даже политические вещи отведут на задний панк. Потому что ряд стран участвуют со своими деньгами. То есть, не члены Европейского союза Швейцарии, они участвуют со своими деньгами. То есть, разные формы участия. Я думаю, что это было бросание, потому что это был обмен, еще только, скажем, административным опытом, например, все отмечено наушным опытом. Я глубоко убежден, что министры, так сказать, чиновники, которые руководят науке, они от всей души хотят сделать эту науку комфортной и хорошей, но просто они не сразу знают, как это сделать. проблему я ожидал, если форум строят то, и мы создали скат. Чтобы сделать так, было открытый результат и ничего не получилось. Ну, опять, могу сказать, можно же, да, не получилось, но нужно делать. Вот я лично я пишу в год под сотню ошибки на двукосрочной лице. То есть, вот такой есть способ. Найдите себе коллегу, причем, чем больше пишут предложения, тем больше посольства тоже привыкают, значит, раз их предложений не будет. То есть, вот, вот, интересы России работают, истинговаться. И надо, вот, еще людей. Хорошо. Спасибо, Сергей. Я воспользуюсь своим журомом горатора, я дам вам еще вопрос. В чем заинтересованность прорисов северных стран взор всех областей? Северные страны вообще самые чистые страны среди культурного мира. И, ну, а зачем заинтересованность вопросов экологии, ну, это, тоже жесткое слово, потому что экология мы принимаем совсем иначе, так как сейчас идеологическая, то вопросов окружающей среды заинтересованность, потому что это надвигающаяся опасность для человечества. Окружающие страны надвигающиеся надвигающиеся опасность для человечества. Может быть, она может северные страны, чем другие части мира, но к этому надо готовиться. И это первое, второе, я не вижу более того, потому что когда там боевские события, в Крым, так далее, ко мне пришел просто наш генеральный человек по сути погоды, кто мне бы сказал, сиди, пожалуйста, передаю своим коллегам, что мы мы продолжаем кружиться российским ученым, а все остается как первое северный статус. Я технический физик, работаю много лет в нашей основной области. Сначала работаю в Атрансе, в институте шаховыческих исследований и все видите подпоряженность. Сейчас я перебежу в Танинский центр и занимаюсь наукой, которая находится на стыке математики и физики, и наука развивается успешно. детали для вас на полное место. Хотя можно сказать, за счет взаимодействия идей с физикой и институтом, обращаясь в свою область, даже на третьей область обращается. буду принят наукой, которой занимался Викторин Мисич с первым в 60-е годы, десять лет назад, и больше, в высоком областье, конечно, приняли отношение к наукам о муниципальном взаимодействии муниципальных частиц, и в этом новом свете оказалось, наука может быть развита, общена, и приложена к совсем другим задачам, как мутематики, так и физики. Сам я учился в 57-й школе в Москве, потом учился в институте. Институте пошел не потому, что это был хороший университет, а потому, что я хотел заниматься теорией струн, так называют русские физики в тех временах, это было 1350-х, начало 90-х годов, в Москве была одна сильная группа, которой здесь занималась была группа Лешеворосцев в БТФ, и достоинство Фистеха было в том, что там можно было реально совсем не учиться, что, собственно, я и делал. Фистеха такой в Москве далеко, я только ходил на военную кафедру, встречал историю ТСС, и английский вот, а все остальное учение происходило уже в ТСС, в Турикумбасов институтах институтов институтов, собственно, есть, мне кажется, самая удачная модель взаимодействия университетов и институтов, когда студенты не просто слушают лекции и потом переписывают какие-то констерты, а идут люди, которые предстоящим занимаются исследованием, университет, и помогают им вообще их участвовать. Вот. Все довольно сильно изменилось. с тех пор, как я проехал, в общем, 20 лет назад переехал сначала в Америку, потом во Франции, потом в Америку, я, в общем, все время возвращался в Москву, в Питер, и старался поддерживать научные контакты. Большая часть моих соавторов тоже принадлежат либо диаспоре, либо просто работают в России. и традиция была такая, что всегда, когда я приезжал в Москву, я шел в ДЭФ и читал после лекции, общался со студентами, как-то это, тем самым я узнавал о новых звездах, которые всегда у нас что мы с ними делали всегда появляются. Это, пожалуй, самый главный ресурс российской земли, более ценный человек. Но вот в последнее время, вот, я вчера сказал, что у них мат исчез с научной карты, вот, благодаря активному участию правительства в научных делах теперь еще ПТФ, в общем-то, по крайней мере, с карты теоретической физики исчез. Хочется позитировать меня, товарища Васкова, он здесь не стойк, конечно, но, в общем, были свои соображения за эту такую фразу, что сила правительства в принадлежности народа, и правительство об этом знает, и про это всячески противодействует просыщению мемору. Вот такое ощущение, что, наконец, правительство двигает в это направление, и постепенно изничтожает все хорошее, что было, конечно, под лозунгом «вести он лучше», но потом. зато люди не пропадают, в общем-то, есть другие точки, есть ЛИП, есть Мишка, есть независимый университет, и, в общем-то, мое общение со студентами приносит лейтинг. что касается возъема с научной диаскоры, как активно помогать российской науке, у меня по этому поводу были до последнего времени довольно радужные ожидания, в последнее время в связи с деятельностью наших депутатов ощущение такое, что они висит буквально в соответствии с индивидуном басных, который вчера сказал Лусинка. То есть, принимая законы о том, что нужно вышивать желтую звезду, а то мое общение не кончается. Дальше начинается официальное налогообложение, тогда это оборудование. Потом, докажется положение инфляции, которому стоит школу в Советском Союзе, потому что просто не пустили, скажут, почему, скажут, что в городе, понимаешь, что это? Ну, мы институт построили. Нет, конечно, можно сказать, что советская система была очень хорошая, потому что, хотя всех загадок за величину голову, зато повелась отличная наука, не привел из школы, а дау, школу-то любил ученых, которым, в общем, даже не опрошусь счастья, но все-таки кажется, что это будет более уманный путь, который с хостом более разумный организовать науку. Поэтому мне сейчас кажется, что более структивна была схема отправления аспирантов или, ну, поскольку на российские стипендии разговаривали, там могли бы учиться, где-то он сам. Ну, то есть, вы не предлагаете разве аспирантов насвоителей? Ну, у нас не хватает денег, деньги везде не хватает. Все деньги, это ощущение очень ровно, на практике, я имею в виду как следует во Франции. во Франции я работал в институте как примерный связанный как университетом. То есть, там, у меня был, в общем, 13 лет, и моя работа там, у меня был один из грантов, из-за только техник, который, собственно, был выходом в школу 2-3-9. В Питере? Это французский. Вот. Ну, это специфика отношения скорее французского отношения к физике. То есть, там есть университет, известный город в Кольном Мале, какой-то техник, в котором есть хорошие физические школы, но они, в общем-то, хорошие студенты, потому что, в математике ситуация другая, и, вот, там, мой коллега, например, Сергей Концевич, у него было много еще студентов, инспирантов языковой нормальной, которые приезжали из России, из Белоруссии, ну, из архитектурализации секста, например. Я пойду в Америку, честно, для того, чтобы быть больше студентов, потому что Сангельский центр это тоже институт по стилю вообще-то похож на институт специальных исследований, но он находится при университете, поэтому там у меня много аспирантов, но аспиранты, которые у меня сейчас есть, их расовое определение такое, я один американец, один кореец, один индус, 1 и 5 русские высокого уровня, которые меня спрашивают, стоит ли нам идти в Стону друг, я их советую идти в признак, в признак пока всех обслуживает, пока это не так уж много, таких хороших стран. Но может быть, потому что могут бороться, серьезные шаги. Если бы была какая-то поощрительная программа отсюда, сегодня поздравляем Ивану, что здесь программа глобальное образование, посмотрим, что это сделать. Ну и все. Первонаперво я скажу, что я уже не счастлив работать в высшей школе экономики, то есть мегатрантная лаборатория создана в вышке, где условия близки к идеалу. Значит, нам дали большие помещения, оборудовали мы компьютерами, принтерами, там, все, что есть, что нужно. Финансирование более чем достаточно для математиков. Ну, я надеюсь, что оно и будет продолжено, уже, как говорится, есть и спонсоры. Ну, теперь я немножко все-таки поговорю о той дисциплине, которой я занимаюсь, потому что я же не сказал, что наша лаборатория, она называется Международная лаборатория количественных финансов. На самом деле, моя теория, то есть то, чем я занимаюсь, это математические финансы. Значит, по-французски это называется математик финансиер, по-английски это называется mathematical finance, не путать с financial mathematics, потому что financial mathematics это просто accounting, в английском. Вот. Значит, занимаюсь я очень абстрактным, и вообще, моя главная специальность это теория стокалистических процессов, стокалистическое исчисление, и вот с самого, как можно сказать, научного детства я этим занимаюсь. Ну, сначала это казалось, сугубо абстрактная вещь, никому не нужная, в общем, математика, как все другие ветви математики. Но потом оказалось, что главные те теоремы, которыми я занимался еще, будучи дипломником, аспирантом, оказалось, что это ключевые результаты, которые используются, ну, скажем, для доказательства такого, Лека Шоллса, и поэтому, так держат, а, ну, отлично, и секрет найден. Ну, вот, и оказалось так, что, ну, когда Советский Союз распался, я, в общем-то, имел достаточно большой комплекс июзий, чтобы никуда не уезжать. Но, в конце концов, свыше было предрасположено, предложено мне поехать сначала в Турцию, а потом во Францию. И, в общем-то, я, наверное, прожил несколько жителей, потому что, будучи французским профессором, я, тем не менее, значительное количество времени, ну, наверное, год провел в Японии, два года в Германии, где еще, наверное, год в Италии, поэтому я, на самом деле, неплохо знаю университетскую жизнь. во Франции, во Франции, я был членом СМЮ, национального совета университета, это довольно важный орган, который занимается повышением в классе профессоров, и там я играл, на самом деле, некую такую специальную роль, и потому что туда я был избран по списку интернационального, в общем-то, ну, который список, который я и сформировал. Дело в том, что во Франции довольно много иностранных ученых, которые работают в университете, можно сказать, что они создают такую мощную среду, и в частности, ну, вот в нашем университете во Франции, на УД, правда, половина профессоров иностранцев, русских там двое, ну, есть и китайцы, и румынцы, в общем, это довольно типичная ситуация, и, как ярмое продвижение, оно не очень быстро, поэтому, на самом деле, я решил, что мне нужно ситуацию изменить, и поэтому меня избрали в этот совет, в общем-то, кроме того, я, каким-то образом, сплотил и мировую династию, мировую диаспору, которая работает в области финансовой математики, организуя теперь ежегодный Колобию, уже для Колобию во Франции, куда приезжает довольно много наших людей из Австралии, Канады, Америки, Германии, Англии, естественно, туда приезжают наши аспиранты, наши коллеги, которые работают в Москве, но в какой-то момент оказалось так, что я понял, что дело-то не очень хорошо идет в России, потому что финансовая математика это очень важная вещь, которая сильно развивается во Франции, в Германии, в Швейцарии, а в России практически и вернет. То есть, на самом деле, на бумаге она может быть и есть, но реально публикующих ученых нет. Программа есть, да, можно найти в любом университете, что-то рассказывается, но тем не менее, ученых, публикующихся на Западе, нет. я где-то в середине 90-х годов, ну так, в воле судьбы, оказался одним их организатором журнала, который называется «Носунатипл Файл». Файл Санскокастерс. И оказалось, ну вот, буквально, и членом этого «Эдвайзерепорт» журнала, это вообще целая эпопея была, но я не хочу сказать, что просто вот в этом журнале, который один из двух наиболее журналов с наиболее высокой репутацией, это отмечалось на заседании редколлегии, всего лишь, ну, за последние два или три года не было ни одной публикации из России. Ну, вот это вот меня подвигло для того, чтобы организовать что-то в Москве, ну, в немножко более широком плане, чем просто математическая теория финансов, количественная финансов. Нашлись у меня друзья, которые занимаются эконометрикой, которые, в общем, если встретишь людей, которые где-нибудь в Америке, которые учились там фрэш или пышки, когда спрашиваешь, кто их учил там статистики, эконометики, то, в общем, называются некоторые определенные фамилии, которые теперь работают в нашей лаборатории. И вот, добираясь на это, была создана вот эта группа, которая, в общем, цель этой группы состоит в том, чтобы как-то вернуть утраченные позиции в области математической теории финансов, и наладить воспроизводство, высококомерфицированных научных кадров. Не просто для банков, потому что, на самом деле, финансовая математика это не просто математика, такая классическая. В самом деле, многие чистые математики сильно завидуют тем, кто занимается финансовой математикой, в силу того, что вроде как близко, мы находимся близко к деньгам. Вот. Но, что, в общем-то, на самом деле, где-то и есть правда. Но, во всяком случае, в принципе, для того, чтобы подготовить, на самом деле, хорошего специалиста в области финансовой математики, для этого нужны коды. Это весьма продвинутая наука. В общем-то, она отличается от классических, наиболее таких вот рафинированных областей математики. Но, кроме того, есть широкий спектр. В общем-то, можно найти все промежуточные этапы, вплоть до слуг прикладных. Требует, значит, это специальность, она сильно востребована. в банках, в частности. И это, на самом деле, во всем мире, кстати, приводит к тому, что имеется отток потенциальных кадров, которые способны вести исследования на высоком уровне, в банки. Они становятся трактиками, то есть, теряются, в общем-то, навыки. Финансирование, которое предлагает мегагранд и другие типы финансирования, они позволяют в какой-то момент удержать кадры, потенциально необходимые для того, чтобы в этой области Россия, ну, не просто, как бы, занималась чисто образовательной деятельностью, на уровне, там, я не знаю, средней школы, просто рассказывать что-то хорошо известное, а просто, вот, конечно же, необходимо, чтобы уровень был такой, чтобы люди имели возможность, невозможность даже а способность вести исследования математические. Ну, в общем-то, всем более-менее понятно, кто работает одновременно и в области науки, и в области образования. Ну, вот, на самом деле, я считаю, что наш проект достаточно успешный. В общем-то, обстановка достаточно благожелательная, хотя я, в принципе, говорил о том, что имеет место сильное за бюрократизацией науки, и что какая-нибудь такая вещь, которая, там, в западном университете требует три минуты. Здесь это целое приключение, требующее большой потерь рабочего времени. Вот. Ну, в общем-то, будем стараться как-то взаимодействовать с другими структурами вышли, которая, ну, надеемся, что этот проект приведет к тому, что мы каким-то образом вернем наши позиции в области этой важной части, если угодно, теории вероятности. ну, все, спасибо. Вопросы. Спасибо. Вопросы? Вопросы. Сейчас не рада юзи придумывает алгоритмы предсказания на кармане биржи и так далее. Джин Саймонс является автором алгоритма. Но, в то же время, известно, что есть два флота для его сотрудников и для всех остальных. Для его сотрудников он прекрасно работает и для всех остальных он прекрасно падает в низ. как Вы это объясняете? И как эти алгоритмы вообще не будут работать? Ну, в действительности, здесь можно очень интересно дискутировать, в частности, про Джин Саймонса, потому что известно, что он финансирует известный этот красивый дом, в котором вот Мегита работает, но он не финансирует исследования по математической теории финансов. Вот. Так что тут есть свои интересные вещи. Финансирует в своей компании еще когда-нибудь. Да, да, финансирует. Но, на самом деле, тут очень много всяких интересных моментов. Есть моменты, которые связаны с тем, что во всех банках естественно, то, что там происходит внутри, это секрет. Поэтому, на самом деле, специальная область математики... Я, на самом деле, вот, видимо, должен был сказать, что вот моим образцом является Oxford Man Institute. Вот, значит, люди из Оксфорда наверняка это знают. Такой альянс компании Man и университетов. В общем, второе, мне хотелось бы что-то такое произвести и в Москве. про алгоритмический трейлинг это действительно сейчас самая такая горячая область. На самом деле, как и всегда бывает, идет эволюция. Вот, в общественных дисциплинах, ну, не то, что значит, а когда в химии там все, как говорится, раз и навсегда предрешено. Эволюция идет очень быстро. Наука развивается, вот эта математическая теория финансов, чрезвычайно быстро. То есть, ну, просто начиная там с 73-го года гигантское количество работ. Ну, я вот, мои, собственно, научные интересы это, в общем, довольно абстрактная математика. Хотя иногда я снизхожу более специфическим моделем. Как же они все-таки предсказывают эти биржевые колебания? На чем основаны? Я тебе это отдельно расскажу, хорошо? , консультация Есть еще вопросы? Мне наверное слишком прикладной. Вопрос, но он косвенно касается так, ну, может быть... А другая шалит... В принципе, у меня в 2008 году возник такой невольный вопрос к математopping, который занимается просто, именно рискованные банках и так далее. Банки строительства нанимают людей, так далее. Неужели нельзя два, так сказать, украину 2008 года? Ну и, так сказать, сейчас, если я поливаю, что сейчас происходит. Я понимаю, что теории, можно было снизить в гадах. Да, спасибо. Вот это как раз очень хороший пример. Вот возник кредит 2008 года. Значит, после этого сразу же началось новое направление, которое, ну и раньше было каким-то образом, но не было достаточно важным. А сейчас в этом направлении системный риск. То есть, вот финансовая система, она становится настолько сложной. Там есть эффект заражения. То есть, один узел этой финансовой системы в дефолте. Дефолт распространяется. Вот есть такие модели, в которых там теория графов используется, даже статистическая физика и так далее. То есть, это, на самом деле, очень важный момент, как понять. Ну, у нас тоже некие исследования в этом направлении ведутся. Система, на самом деле, ну, в разных странах она очень по-разному устроена, поэтому здесь есть большое поле деятельности. Это актуальная тема. Во Франции был такой период, когда математиков обвинили во всем, во всех реках. Кто занимается финансовой математикой? Причем, более-менее, ну, я не знаю, наверное, мало кто здесь в курсе, но обвинения эти даже дошли до людей, которые занимали значительные политические посты. И в сущности, математиков объясняли, что они как бы дали, наложили свою положительную визу на то, чтобы заниматься спекуляцией. До того дошло, что один французский писатель, ну, который так, математик, он сказал, что на самом деле те, кто занимается финансовой математикой, они больше виновны перед человечеством, чем те, кто сделал атомную бомбу. Ну, а то атомная бомба погибла бы там 200 тысяч человек всего, а от финансового кризиса пострадали там нюансового кризиса пострадали там нюансового кризиса пострадали в том, что все здесь остались еще, потому что, как я понимаю, между бокалами на Виорданском зале и вами остался мой доплату, поэтому я буду к разгару. Я очень уже благодарна, что… Нет, нет, еще обсуждение. Ну, да, тогда, наверное, мне досталось самую большую роль закрыть эту конференцию моим выступлением, видимо, потому что я являюсь представительницей женского пола, а также, видимо, потому что я представляю самое единственное слово наук, которое здесь представлено, то есть я занимаюсь медициной. А еще более конкретно раком, а еще более конкретно раком сделать. В раком, поэтому, собственно говоря, прорывные направления, но все, что будет их делать с раком в России, это будет прорывной же прорывной. Вот. У меня был очень большой соблазн показать тону слайдов или рассказать там о моей науке, но я решила, что, наверное, я не буду это сделать, потому что это очень специфично, в основном здесь списки и математики. Вот. А вы поняли, потому что я, ну, кроме того, что я, как бы сказать, являюсь профессором в медицине в Нью-Йорке в Пинцельвании, я еще и являюсь членом традиционного совета русскоговорящей ассоциации в Америке, раса. И мне бы больше хотелось именно рассказать о нашей русской диаспоре. Я считаю, это более, ну, как бы актуально для вас. Вот. Значит, мы... Кто-то тут тоже задал вопрос, когда мы обсуждали, что вот мы можем в том числе участвовать в ревелировании мегагрантов, в быть их международными исследованиями. Кто-то спросил о нас в клинике, вот я хотела сказать, что раса – это всего лишь мостик. Это маленький такой мостик между Россией и любой русской диаспорой, в любой стране. Ну, как бы мы организовались просто в Америке. Но если вот, я знаю, всех организовался в Америке, если кто-то еще организуется где-то там в других местах, то это тоже здорово, потому что очень много активных русских ученых, такие профессиональные, которые сами по себе где-то работают. Но когда они организованы, то это больше как-то имеет что-ли силу, да, наша сила в объединении. Вот. Акраса, которая в Америке, занимается тем, что, в принципе, мы пытаемся открыть некий диалог вот между всеми нами, кого мы нашли, кого мы охватили, охватили мы достаточно большое количество людей, и Россией. То есть и мы, на самом деле, ну, нам хочется что-то сделать, да. Это те люди, которые когда-то уехали по совершенно разным причинам, и нашли все работу в разных университетах, и, собственно говоря, прошли очень тяжелую школу, потому что, как вы понимаете, приехав в любую страну мира, и там пробиться, и стать там кем-то, ну, это очень тяжело. И поэтому мы прошли сквозь огонь. Мы были эфемерные группы, и знаем очень много, и с удовольствием, как говорится, ну, те, кто хочет общаться с Россией, общаются, те, кто не хочет, естественно, не общаются. Вот. Про, значит, мое еще такое, ну, как бы, наблюдение про прорывные науки, что он, не прорывные, а как кто-то правильно сказал, точки розы, да. Мне кажется, что все открытия встречаются на нитерстыках на окнах, да, и встречаются они, как кто-то будет, Артем говорил, и Алексей говорил, встречаются они все, как правило, совершенно неожиданно. Но, тем не менее, вот именно эти стыки и дают тот самый точку роста, где можно что-то сделать. И вот такой пример, как сегодня Слава уже докладывал, мы открыли Центр первый раз в Санкт-Петербурге на базе Клитехнического университета, и сделали там совершенно разные лаборатории по всем направлениям, то есть там есть и физика, там есть и биология, там есть и математика, и химия, в общем, вот так. И теперь вот я еду сразу после этой конференции, завтра мы уже в Томск, и в Томск я еду как бы, как такой десант, проверить обстановку и пощупить там все. И мы находим там, ну, задумка есть такая, открыть тоже армейский центр праса в Томске. Ну, я еду в Томске с очень большим удовольствием, потому что я сама тамничка, значит, я закончил Томск номерный студ, и я там выросла, после этого я уехала в Москву, в Москве я защитилась, и после этого я уехала уже в Америку, где я и работаю, собственно говоря, уже 22 года на университете в Кансимаре. Поэтому Томск – это мой город, я туда еду, значит, Томск характерен тем, что, ну, в Томске есть Иркутский трасс, да, значит, все там декабристы шли туда через Иркутский трасс, все просветители и ученые, которые были неугодны царям или нашим правителям и так далее, всех ссылали туда. Во время войны туда эвакуировали тонны тоже всяких институтов и военных заводов, и, в принципе, город, примерно 800 тысяч, но, наверное, там шесть университетов и пять научных центров, то есть каждый третий студент, вернее, каждый третий студент, каждый пятый научный собор. На одной улице находятся сразу четыре университета, на одной улице, то есть в одной университете. И два университета на эту улицу попали, ну, саму программу пять и вот теперь мы туда едем, и мы надеемся, что если мы что-то такое там организуем, и это что-то такое, чтобы оно было на стыке науки, вот именно там организовать что-то там, привезти туда физиков, привезти туда медиков, привезти еще кого-то, и вот этот сделать такой шел мозга, собрать всех-всех, кто может, ему сейчас я везу, я поеду, если все удастся, мы привезем туда группы в 10 человек. И это совершенно разношерстная компания с одной стороны, а с другой стороны, я тут мы там говорили, Фоки, который работает в Сан-Диего, и он был номинирован на номер искупление по химии, который он не получил, но у него там индекситирование зашкаливает, когда он хочет ехать. И Александр Кабанов, который работает в его Каролайне, и он химик, у него тоже индекситирование там все не стоит. И едут вот такие люди. То есть они все совершенно разные, но тем не менее, вот, мы все работаем как бы в одной области. Если кто-то еще хочет поехать, и кто-то еще не освачит, и кто-то еще не делает какие-то гранты и так далее, то, пожалуйста, обращайтесь, мы с удовольствием со всеми, так сказать, сотрудничаем и, ну, пытаемся сделать свои дела. Значит, у меня три минуты, но я просто все-таки хочу сказать про организацию, потому что мы на самом деле очень за это все активные, и мы это все делали на обладательском, а с вами свободно отработали. Как правильно можно. У нас с Артемом Килипийским 2 утра, 4 утра, потому что мы, собственно говоря, отработаны отработаны. В моменте не выйдет, я просто отрезаю реку, если ты, кстати, не публикуешь и дракты не делаешь, что ты, скажу, до свидания, на хвосту приваешь вообще на все остальное. То есть, ну, это не зависит. Вот, и, собственно говоря, мы очень... Я довольствием сегодняшнюю событию, что приехал в Леган, и он сказал, что да, мы создадим рабочую группу, и бунт во сне этой рабочей группы, которая, собственно говоря, говорит, с диаскорой. Потому что диаскоро иногда не ловится, за сякими пьянками и гулянками не трогают, что они коллеги не трогают людей, но мы не будем думать еще. Вы не позволите никому, не скажете, у нас такая вещь. Теперь у нас просто больше нет. Поэтому, если кто-то еще не охлажден, кто-то работает где-то вне России, и хочет взаимодействовать с Россией, и не знает как, то вот почему. Как и один раз, это не кемосит. Так же, как те университеты, что попали в пять слов, и они хотят найти себе, или кого-то из русскоговорящих ученых, проживающих в России, то у нас громадная паза данных, через которых они могут рекрут себе кого-то, что-то, что-то говоря. Все. Спасибо. Мы с Вячеславом сидели, и на какие-то обсуждали в компании, потому что у нас уже шесть, которые были в пролетении в русскую, и, наверное, в разных связях, потому что был членом внешнего квартала на обозрительной деятельности «Смолтех», там, в целях этой работе, это Наталья Почевченко, он поблагодарил стропший эффект, и назвали на счастье в русских, и для того, что выяснили, что «Смолтех» не решающий шум, но они ели, ели, с которой лаборатория иметь клетку. Я думаю, это просто хорошее. Потому что если вы учились с того, или шести в русских, или еще в том, что есть русский, я на самом деле, хорошо это продвигается. Одна опасность, которая, например, из того, почему-то, это любые люди, которые начинают садиться, что они знают, как назначить, и как это сделать. А потом, по-моему, он говорит в космос, а начале с утра, как я его услышал, человек, вежливый, спрашивает. Обычный садок, приходишь, говоришь, я в консультацию скажу вам, как это надо сделать. Пишет, я не могу сказать. Да, нормально все, говорит, хорошо, вот так надо сделать. После чего, если он берет тендер, верно, мы придем в этот университет у Павловича. И тут возникает причинное собрание. Взять или не взять. Это количество денег, которое предлагается за то, что будет университет у Павловича. То есть, если ты решила помогать трагедии, то, что ты сидишь назад, ты спокойно будешь радоваться, только как ты не работаешь. То есть, в такой ситуации, вы сейчас только проведите. Попрос в один, правильно? Это мой тайм, это только сейчас здесь не уходит. Значит, вопрос в один. Значит, во-первых, первая пара. Не ходи в чужой монастырь со своим самым. Какой бы ни был это монастырь. То есть, понятно, что мы идем в чужой песочник, если не будем там ставить в свой порядок. Да? Вы играете в свою песочницу, мы просто можем вам в эту песочницу дать и вы ушли. Окей? Знаете, где их взять. Вот и все. Значит, по поводу денег. Деньги – это очень большая ответственность. И беря деньги, конечно, мы накладываем в себя некое обязательство. А в то же самое время беждений, как известно, бесплатно бывает только, с этим мы шоу. да? Поэтому, с одной стороны, что мы делаем? Лично я, сколько мы сядем в ответственность. Я отправилась, по-моему, в каком-то институт, университетовский. Я делала уже очень давно, по 4-7-20 лет. Вот и из Павловского медицинута во Вене, и из Павловского медицинута и из Павловского медицинута здесь у вас, в Санкт-Петербурге, из меня прошел 60%. Которые приехали, обучились и умерли назад. Моя роль, и я вижу это, может быть, все студиаторы, которые здесь сидят, помочь в том, помочь найти вам специалистов. Да? Вот вы, у вас есть что, вы хотите, чтобы какая-то лаборатория принялась? Или университет хочет найти кого-то там, написать какой-то грамотный нужен? Ну, у них именно два страны. Они же по весьм объявлению, да, на луну, да, они могут к нам обратиться, а может, между собой, то созвонились в Павловске, если вы, например, сказали, что они делают, то ради бога, а дальше уже не ошибаюсь. Вы, значит, уже разбираетесь, какие деньги отдавали, эти братья не братья, если братья не братья не братья не братья не братья не братья не братья. Но, если я буду работать, там, я уже помешала в лабораторию, да, в Павловском области. Ну, понятно, если я открываю лабораторию, я тратю свою рабочую работу, и тратю свою работу, и тратю свою работу, понятно, как любой, если любой российский ученый придет на работу, у меня с тем, у меня с партой, он будет в школу. Может быть, это и проблема. Может быть, Сережа, и вот это и есть проблема. Единственное слово, наверное, где бедные работающие. Не соответствуют. Ну, это, понимаете, с точки зрения уже себя, может быть, походили и уважали, да? То есть, можно и без славы, но с другой стороны, ну а, жить-то надо. А, шести тысяч человек не без славы, но не без славы. Абсолютно. Недоверенно. Как по маману, когда был, Патрик Сорер, в нашем университете, извините, пожалуйста, он был генов, который начал ехать в школу. Он, например, умерла, и самоважал Россию, не уничтожил вас везти, а тогда, кстати, пункционное преступление, как врачи, да, он уже умер. Вот он туда приезжал, потом меняли в клуб, совершенно не слава. Совершенно не слава. Абсолютно. Абсолютно. Спасибо большое. На этом, на этой программе, на этой программе, на этой программе, извините, я не знаю, в прошлый раз, четыреты декабря назад, следом на самом деле в Сирии, он бежал. Вот, в прошлый раз с делом особо им Сирии разговал с мировым очень много. Главный, как по-наситету, как по-наситету, белого футбалка. Прошлый раз был большой усилий. И вот, когда я просто послушал высказывание, что прерывное направление могло бы быть ясно, что Россия – это раковые исследования. У нас выступал швейт Борг Анисимов, который занимается генерал-тологию. Он показал статистику, что по смертности раков в России не имеет такого значения, как в России в США претерестикой. Среди причин, чего его изучают. Надо изучать другие болезни, согласно логике, который задавался вопросом. Фурсинг, причинами инфекционной болезни в России не сражался. И мой вопрос к тому, что это с чего мы начинаем. С холостей, с перегорельных. У нас прорваны точки роста для исследования генерал-тологии. Потому что у нас вот такие особые данные будут, которые будут заметны сразу по всему миру. Или у нас вот есть какой-то зателка. Вот ставим сейчас терпиологу, темную зателку, скажите. Кстати, с холостей закрывается терпселл с клуба, который в коробе. И реалитируется на генерал-тологию автоматику. Потому что с головой это, оказывается, что для этой статьи невозможно. Очень красиво, что можно сделать. Про рак. Значит, с другой стороны могу сказать, что лет 50 назад никто не знал, что есть скид. Поэтому никого не знал, да? Рекомендую еще. Молодя Богу. А, поэтому я... А, поэтому я... Вы тоже увидите, кто прошел. Да, Ленка, я согласна. Я просто не знаю, сколько времени. Но какое-то время назад они не открыли. Мы не поймем его. Но... Значит, естественно, что... Правда, мы не провести болезнь, как у вас сегодня. Естественно, врачи это очень плохо поставлено на... Ну, как бы... На лечение. Это мы делали и так далее. Я не буду сейчас эту тему разрывать. По поводу... Может ли это быть здесь проревное направление? Только... Даже не знаю, что сказать. А... Если будет онкология, сочная, как вот эта... Да... Онкология. Ну... Будучи циопикой. Как бы, будучи циопикой, я оценю состояние вашей онкологии России? А, институт анкологии. А, институт анкологии. А, институт анкологии. А, институт анкологии. Онкологии России, конечно. Ой, вон, я... Весочки, пейте. Можно я вас, пожалуйста, скажу? Сдох расценивает как ответ. Ну, да. Скорее всего, да. А многие выключились в отделе? Ну, я понимаю. Знаете, это очень, на самом деле, сложно. Потому что... Ситуация по чему. Как то есть? А, в чём она не вложена? А... Я прошу про... Значит, у меня есть комментарий, мне это... Там уже есть этот прикол, называется Камлата. Который сделал... Он сделал... Он сделал... Ну, я не могу, я не могу, я не могу сказать, чтобы... Уточняем, детский какой, 40-й. И он, говорит, работает прекрасно, у меня есть глаза в хвостах и все. Когда мы пришли, ну, как шею? Абсолютно с этим уже не делали. Они, кстати, замечают проблему в России. Никто. Проблема в России. Рак настолько запущен, что нет вопросов, что я вот это точно, это грозь, но я верю из них, что я не позвоню, но я не позвоню, что с чем мы приедем абсолютно на конкретный препод, который мы делаем. Продолжение следует. 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 Продолжение следует.